Мы то, что мы едим, а кушаем мы в Наринмаре продукты, мягко сказать, которые зачастую далеки от совершенства. И речь здесь не о том, что они абсолютно все плохого качества, а о том, что местные продавцы зачастую пренебрегают соблюдением сроков хранения товаров и выставляют на прилавке просроченную продукцию. Причем это относится не только к овощам и фруктам, но и к молочке и заморозке, у которой, кстати, тоже есть срок годности. Наш корреспондент Любовь Перемякова отправилась в рейд по торговым точкам и попыталась понять, в чем прелесть продажи того, чего уже и продуктом-то назвать нельзя. Вот это у нас форма. Поверни ее, ну вот так прям по пути, да. Плесень. Сок. Да, сок. А вот здесь, да. Так, здесь она у нас, подожди, стоит 183. Рядом лежит вид поприличнее. Стоит 178. И подешевле 178. Такие вот продукты для наринмарских магазинов не редкость. Причем продают их, как в этом случае, по цене даже выше той, что указано на товар, пригодный к употреблению. Хотя контроль за качеством продаваемой продукции – одна из основных задач продавцов, заведующих отделом и самих руководителей торговых фирм. Согласно правилам торговли, если у товара заканчивается срок годности, то этот товар подлежит уценке. Соблюдается ли это правило в наших местных магазинах? Мы сейчас проверим. Берем, да, цыплят. Бройлер, значит, упакован на 22.07.15. Срок годности заканчивается. У нас через 6 месяцев. Здравствуйте, у нас есть разрешение на съемку. Скажите, пожалуйста, вот лежит у нас бройлер, а цену можно узнать? Все цены вот здесь написаны. Да. А вот смотрите, завтра у нас заканчивается срок годности, да? А вот уценки, наверное, я так понимаю, что нет. Бройлер. Ну-ка, давайте посмотрим. А покажите мне, пожалуйста, где вот этот вот бройлер, бройлер. А мы вообще имеем право снимать. Мы средства массовой информации. Как мы не пытались увидеть цену на товар, у которого через день заканчивается срок хранения, в наименованиях на холодильном оборудовании его не было. Поэтому идем узнавать стоимость кассе. Можете, да, по штрих-коду? Сколько стоит? За килограмм 200 рублей. Это нужно упаковку узнать за килограмм. Да, да. А упаковка сколько стоит? А вы уценку не делаете, да, когда проходит срок годности, заканчивается, нет? Уценку, да, делаю, что это товароведом. Получается, что за каждой уценкой ныринмарским покупателям необходимо идти к товароведу. Но ведь на деле это не так. В крупных торговых сетях, столичных магазинах продуктам, у которых истекает срок годности, подходят совсем по-другому. Ну, получается, там написано на продукте, допустим, предположим, до 15-го числа. С 14-го числа этого товара уже, в принципе, на полке быть не должно. Он может находиться, но до 12-ти часов это не более. Стараемся все-таки заранее это выявить и снять товар такой данный. Что касается распродаж и подходящих сроков годности, у нас, получается, за неделю уже можно акции заводить. То есть для распродажи также можно и раньше. Если акцию завели, не распродались, то за сутки товар снимается. А если обратиться к закону, то товары с истекшим сроком годности в обязательном порядке изымаются с прилавка. Их ранение и продажа расцениваются как преступление. Самое суровое наказание за него – лишение свободы на срок до двух лет. Об этом гласит часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса России. Сколько таких испорченных продуктов лежит на полках магазинов, для нас остается загадкой. А довольны ли качеством продуктов покупатели, нам удалось узнать. Какие качества продуктов? Если честно, не очень. А что конкретно вас не устраивает? Часто бывают просроченные продукты в магазинах. А вот в каких? Можете, пожалуйста, конкретно назвать? Да вы всех покупали. А что конкретно вы встречали? Сыр, сливочное масло, молочные продукты, кефир. Но это все привозное местное, просроченных не бывает. В коробке стоят яйца, и там некоторые они были всякие, грязные и битые. Ну, я же хожу, выбираю, виллы не беру. Ну, вообще вы их видели? Видел, конечно. Особенно овощи бывают плохие. Но качество-то устраивает, цены не устраивает. Дороговато, конечно, конечно. Испорченных продуктов вы не встречали на полках? Ну, так, что-то не обращал внимания. Ну, попадалось, попадалось. Просто я уже не сдавал, домой приносил, подкрывал, ну что, нести обратно. Качество, конечно, не очень хорошее. Но цены, конечно, очень высокие. Нам, пенсионерам, купить трудно. Иной раз зайдем в магазин, посмотрим и обратно уходим. В борьбу за соотношение цена-качество может вступить каждый из нас. Просто не надо оставаться равнодушными и бороться за свои права всеми доступными способами.